сегодня день археолога что мы можем с вами раскопать древнюю черепаху и вот мы как раз с вами такую черепаху сейчас изготовим для этого нам понадобится съемка черный бисер для глазок цвет черепашки у нас будет зелененький и панцирь любого цвета какого вы хотите проволочка и ножничек итак отрезаем проволочку длиной 50 сантиметров и начинаем плести с головки надеваем первый ряд 2 бисеринки раз надели и опустили посерединке все у нас первый рядочек с вами готов следующий рядочек 2 бисеринки берем надеваем ой 3 извините пожалуйста 1 2 3 бисеринки и вторым хвостиком мы их продеваем продели кончики мы сложили вместе и аккуратненько опустили к нашим двум первым бисеринкам вот у нас вот так получилось следующий рядочек у нас опять три зеленых бисеринок берем опять один кончик проволочки и надеваем на него 3 бисеринки раз два три и вторым хвостиком и также продеваем и подтягиваем только мы их не выстраиваем ровненько а складываем вот такой у нас с вами уголок получится следующий рядочек у нас будет с глазками мы надеваем один глазик потом у нас между глазиками зелененькая бисеринка бисеринка и еще один глазик и вторым хвостиком мы также продеваем продели подтянули сбоку мы поправляем так чтобы у нас и дочки ложились уголочками вот такой у нас уголки должны заборчик получаться вверх вниз вверх вниз то есть у нас так дальше все рядочки будут ложиться следующий рядочек у нас две бисеринки 1 2 и вторым хвостиком мы их продеваем кончики подтягиваем в разные стороны и опять поправляем смотрим чтобы у нас ложились рядки уголками то есть рядочек вверх и дочек вниз рядочек вверх и дочек вниз следующий у нас будет рядочек у нас с вами было получится три рядочка по две бисеринки будут идти по порядку еще раз мы продели также поправляем смотрим чтобы они у нас опять легли уголками то есть рядочек вверх и дочек вниз рядочек вверх и дочек вниз теперь нам надо с вами сделать лапки на один хвостик мы надеваем три бисеринки зелененькие раз два и надели этим же хвостиком и две бисеринки уберем в сторонку а в одну ту первую бисеринку которую мы надели на лапку в нее мы вернемся подтягиваем держим бисеринки которые мы не протебали и аккуратненько подтягиваем вот такая лапка у нас с вами получается с одной стороны точно такую же лапку мы с вами сделаем с другой стороны опять наденем раз два три опять мы с вами две уберем и в одну проденем самую самую первую бисеринку у нас вот так получается вот у нас две лапки есть теперь мы начинаем делать панцирь у нас будет пять цвет панциря у нас вот такой вот я даже не знаю как цвет назвать коричневый раз два три четыре пять надели и вторым хвостиком мы их продеваем и подтягиваем подтягиваем аккуратненько они у вас немножко поднимутся у нас панцирь же объемная черепашки полукруглый вот такой вот такой небольшой полукруг у вас должен получиться снизу у нас будет три зелененьких берем опять хвостик любой надеваем три зелененьких и вторым хвостиком мы их проденем они у вас лягут под панцирь вот у вас получается снизу они будут лежать теперь следующий рядок опять панцирь пять бисеринок надеваем раз два три четыре пять и вторым хвостиком опять продеваем хвостик если кривой поправляем у меня был кривой я его поправила сделала ровненьким чтобы у меня хорошо ровненько лег и мы его поднимаем наверх вот у вас получается сверху снизу под ним у нас опять будет три зелененьких мы берем один хвостик и надеваем на него три зелененьких раз два три вторым хвостиком мы их как всегда проденем и подтянем их вниз они у нас будут внизу вот смотрите они у нас внизу лежат следующий рядочек у нас панцирь опять четыре бисеринки берем опять один любой хвостик проволочки и надеваем на него четыре раз два три четыре если у вас бисеринки как у меня разлетаются обязательно их поднимайте и разбрасывайте дома то мама будет вас ругать так я продела подтянула и вот у нас получается панцирь черепашки теперь опять рядочек будет у нас внизу 3 ой две извините пожалуйста зелененьких раз два две зелененьких вторым хвостиком мы их продеваем и подтянули и подтягиваем они у нас будут снизу вот они у нас снизу получились теперь мы делаем ножки надеваем на любой хвостик три бисеринки две мы убираем в сторонку и в одну бисеринку в самую первую которую мы надели в нее продеваем и аккуратненько подтягиваем подтянули с другой стороны мы делаем точно так же опять берем три бисеринки убираем две этим же хвостиком мы разворачиваемся и в самую первую продеваем чтобы подтянуть мы опять держим две которые не продевали и тянем за проволочку и она у вас подтянется ровно в туловище все лапки у нас есть нам осталось сделать хвостик сначала мы панцирь еще рядочек три бисеринки сейчас сделаем берем одну любую проволочку сделаем наденем на них три бисеринки раз два три вторым хвостиком мы их проденем и последний у нас будет рядок одна зелененькая бисеринка только не забываем панцирь мы повернули наверх и делаем одна зелененькая вот у нас одна всего лишь зелененькая осталась то есть мы ее с вами надеваем вторым хвостиком мы ее продеваем и подтягиваем вот такая у нас с вами получается черепашка теперь нам осталось только прошить мы с вами первый промежуточек возле зелененькой не трогаем мы возьмем промежуточек который там возле лапки у нас находится за сиреневенькой за коричневым рядочком и прошьем его всего два раза раз и два аккуратненько смотрите чтобы лишнего нигде не зацепить прошили и обрезали хвостик он нам не нужен мы его закрепили наши рядочки не распустятся то же самое мы делаем с другой стороны первый промежуточек не трогаем мы берем второй который ближе к лапке он у нас за коричневым рядочком и два раза его прошиваем чтобы закрепить нашу проволоку раз и два и хвостик обрезаем вот у нас с вами получилась вот такая вот хорошая черепаха вот она смотрите у нее такие вот есть лапки такая вот она у нас даже смотрит вверх все мы с вами произвели раскопки как археологи и откопали вот такую хорошенькую черепашку удачи вам работе сделайте обязательно пришлите и мы всем покажем как вы умеете творить давайте поговорим так так надо и Продолжение следует...